Приветствую вас, дорогие друзья! Не секрет, и действительно многие из вас знают, что накануне одного из важнейших христианских праздников, Дня Святой Троицы или Пятидесятницы, верующие совершают поминовение всех усопших христиан от века скончавшихся. Это Вселенская, то есть всеобщая родительская поминальная суббота, и еще она обычно называется Троицкой поминальной субботой. В этом году она у нас приходится на 19 июня. Христианская традиция молиться об умерших существует очень-очень давно, еще с глубокой древности. Мы с вами молимся не только о ныне живущих чадах Церкви Христовой, но и о тех, кто уже закончил свой земной путь. Мы заботимся о тех, кто ушел в мир иной, о тех, кто в наших молитвах нуждается и их ожидает. Но могу сказать, что это в не меньшей степени нужно и нам с вами, не только им. Если при жизни кого-то из близких мы испытывали к ним любовь, уважение, благодарность, то после их перехода в иной мир эти наши чувства к ним не могут просто взять и оборваться. Схождение Духа Святого в День Пятидесятницы коснулось всех, и живых, и уже перешедших рубеж телесной смерти христиан. В Троицкие дни особенно сильно ощущается соединение всей Церкви Христовой в единый большой и живой организм. День Святой Троицы или Пятидесятницы называет Днем Рождения Церкви. В богослужении и поминальной субботы мы служим литургии и панихиды, читаем поданные записки с именами, обращаясь с таким всеобщим прошением к Богу о душах родственников и ушедших друзей. Обычно в это время храмы полны народа, и это, конечно, хорошо и очень правильно. И вот, что еще важно будет сказать по поводу этого дня. Вы знаете, что существует такое довольно устойчивое заблуждение, что якобы в Троицкую субботу можно молиться в храме о некрещенных и самоубийцах. Но это, друзья мои, все-таки заблуждение. Некоторые, может быть, очень простые люди, выдают желаемое за действительное, и эту их боль, конечно, отчасти тоже можно понять. В жизни ведь бывает всякое. А тех, кто сам себя отделил от Бога неверием или смертным грехом, молиться можно и нужно, особенно же это касается родственников погибших. Но делается это самостоятельно, о них молятся дома, домашней молитвой, также в память о них, именно как поминания, творят добрые дела, о чем мы уже с вами неоднократно говорили. Проявляют милосердие к нуждающимся, помогают нищим и таким образом испрашивают их душам милость Божию. В храмовом же общественном богослужении мы молимся только за тех, кто был и остается членом церкви. Пусть даже грешным и заблудшим, но не отделившим себя от нее своим сознательным актом отречения. В общем, все мы, конечно, нуждаемся в милости Божией, на каком бы этапе жизненного пути не были. В этом ли мире или уже за его порогом? Верим, что все, что Творцом устроено, имеет смысл и устроено по его любви к нам. Поэтому не отчаиваемся, принимаем его благопромысел, а об усопших, конечно, молимся. Всем вам сегодня, как обычно, говорю спасибо за просмотр, комментарии и подписку. Дай Бог всем здоровья, счастья и долгих-долгих лет жизни. Рад, что вы с нами и до новых встреч, дорогие друзья, братья и сестры. Субтитры создавал DimaTorzok